Что обязательно посмотреть в Черногории? Меня часто об этом спрашивают. Я хочу показать, что, по моему мнению, надо посмотреть в Черногории. Это север Черногории и поездка на каньоны. Начинается наш маршрут с вот такого замечательного вида. Дальше мы едем в замечательный, интересный и красивый каньон реки Мороча. Виды для неподготовленного человека просто завораживающие. Если выехать пораньше на автомобиле, можно попасть во все места до того, как приедут большие туристические автобусы с кучами туристов и сделать очень красивые снимки. Также обязательно посетить монастырь Мороча, монастырь XIII века с интересной историей. Здесь очень красиво, тихо, очень красивая территория. И повторюсь, если делать это все не вместе с большими толпами туристов на больших туристических автобусах, то можно насладиться всем тишиной, умиротворением и сделать красивые фото и видео. Субтитры сделал DimaTorzok Дальше наша дорога проходит через самый известный город. Каньон, каньон реки Тара, самый глубокий каньон Европы. Мы здесь останавливаемся в самых интересных местах, насмотровых. В тех местах, которые на автобусе обычно просто притормаживают, показывают в окно. Мы идем делаем прекрасные фотографии. Вот одно из самых моих любимых мест для фотопауз. Также дальше мы обязательно останавливаемся еще в одном месте, где можно спуститься к реке. При желании, кому не страшно, может искупаться в этой воде. Слеза Европы, как еще называют эту реку. Очень чистая прозрачная вода, водится форель. И отсюда мы уже направляемся к известному Асту Джорджевичу. Кто любит небольшой экстрим, можно здесь через каньон прокатиться на зиплайне. И дальше наш путь идет в город Жаблик, к Черному озеру, Ледниковому озеру Национального парка Дурмиту. При желании, можно пройтись прямо сквозь лес, подышать хвои, послушать щебетания птиц. И выйти, наконец, к известному, знаменитому Черному озеру. Ледниковое озеро, состоящее из двух небольших озер. С глубиной 49,5 и 24,5 метра. В окружении леса и красивых гор. Здесь также, при желании, можно искупаться или просто походить по водичке. Вода летом очень приятная, красивые виды. И после этого, голодные, обычно мои гости с удовольствием отправляются в этот ресторан. И заказывают местные специалитеты. И наслаждаются вкуснейшим обедом. Дальше наш путь, в отличие от туристических автобусов, лежит через Национальный парк Дурмитур, через горный массив Дурмитур, через перевал Седло, на котором мы сейчас находимся. И дальше через Альпийские луга Дурмитура. Следующий наш пункт назначения – это парк природы Пива. Пивское озеро, рукотворное озеро. Глубиной до 200 метров, длиной 46 километров. Очень красивый каньон реки Пива. Я надеюсь, видео хоть немного передает ту красоту, которую видят люди, которые едут этим маршрутом. И последняя точка маршрута – это очень интересный монастырь, Пивский монастырь 16 века, с очень непростой судьбой, с очень интересной историей и очень красивой внутри. Здесь практически всегда тишь, покой и благодать. Отличная точка завершения маршрута. Поездка – это на один день, очень содержательная, очень интересная. И поэтому рекомендую. Те, кто был в Черногории, не был на севере Черногории, не видел Черногории, как мы говорим. Поэтому приезжайте. Если вам интересна эта поездка, обращайтесь. С удовольствием покажем, расскажем. И до новых встреч. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok